Мои дорогие, доброе утро! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Смотрите, у нас выпал снег на крыше. Но это не выпал еще, говорят, завтра. Вполне возможно, что будет завтра, но холодно. Итак, для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Это мой третий канал. У меня есть основной, там 300 тысяч подписчиков. По 300 тысяч. Второй канал, под 100. И это третий, плюс телеграм-канал, новый канал. Отписывайтесь от старого и подписывайтесь на новый. Мне приходит очень много вопросов по поводу, когда я вернусь на основной, на второй и так далее. Вот сегодня на эту тему мы с вами и поговорим во время прогулки. Друзья, я хочу вам сказать, что у нас холодно. О, я сегодня вышла с муфтой. Как и вчера, холодно. На улице где-то, ну, я думаю, наверное, около нуля. Вчера был минус один. Вчера у нас выпал снег, но он быстро растаял. Сегодня утром я вам немного из окна тоже поснимала. Ну, благо, что холод, он такой достаточно сухой. Невлажный холод. Ну, холодно, холодно. Ничего не поделаешь. Так, опять я пропала. Я пропала, да, потому что я была занята по работе. По своей основной все-таки работе. Плюс у меня приезжали туристы. Слава тебе, Господи. Иногда такое счастье перепадает. К нам сюда приезжали в Тоскану. Вот. И вот, наконец-то, собралась для того, чтобы с вами пообщаться и вам рассказать последние новости. Ну, новость маленького городка. Это, в принципе, день сурка. Хотя, несмотря на все на это, я пытаюсь, конечно, события мониторить. Ну, давайте тогда мы с вами начнем с хозяйственной части. Вот то, что у нас произошло за последние дни, у нас резко пропали товары, которые, скажем так, не очень дорого стоили. Или вот средняя цена. То есть, дорогие товары. То есть, это мясо, рыба вообще стоят у нас запредельно дорого. Ну, вот. Ну, даже, допустим, там какие-то колбасы, сыры, которые стоили не очень дорого. То есть, просто даже сняли ценники у нас в копе. Вот. Я сегодня, когда пойду купить кое-что, я немножко поснимаю. То есть, это все исчезло. То есть, цены у нас, конечно, ползут со страшной силой. И люди, которые стоят в очереди, они, естественно, вспоминают старые итальянские лиры. 100 тысяч лир – это 50 евро. Это можно было жить две недели. Две недели. Поэтому сейчас это даже не в два раза дороже. Это все в три раза дороже. Это все ползет, ползет, ползет. Поэтому цены, конечно, повышаются невероятно. Зарплаты, они как были 23 года тому назад, они остались такими же. То есть, ничего не переиндексировали. Теперь следующий вопрос, который вы мне задавали, это вопрос по поводу вот данной самой-самой демократической платформы в мире. Ну, я несколько недель тому назад на эту тему говорила, что, к большому сожалению, тут у нас пропадает энтузиазм. Очень многих блогеров, вы знаете прекрасно, мои постоянные подписчики, что я дружу с Яной Скворцовой, которая живет на севере Италии, и она занимается исключительно только модой. И, в общем, мы с ней обсуждали некоторые темы, но даже не все про моду теперь скажешь, так, как говорилось раньше. И по этой причине, конечно, у креативных блогеров у нас пропадает вообще весь стимул, скажем так, на данной вот платформе что-то делать. Ну, в отношении заработков, когда вы написали, что, конечно, нам заработки урезали, тут гадалки ходить не надо, естественно, это так. Но даже дело не в этом, а дело в энтузиазме, потому что все-таки хочется каким-то образом раскрывать тему и объяснять так, как оно есть на самом деле. А уже переходили на Изопов язык, вот к Изопову Язукову к нашему привыкли. Ну, я имею в виду блогеры моего формата, вот как я, как там Валида из Греции и так далее. Но вот каждый раз прилетают какие-то новые нам приключения. Сейчас вы наверняка знаете, слышали об этом, что стоит вопрос о том, что в России вообще как бы данную вот эту самую демократическую платформу, как бы ее там могли бы не снести. Ну, как я к этому отношусь? Я плохо в любом случае к этому отношусь, потому что создавалась данная платформа больше 10 лет тому назад именно для того, чтобы каждый человек, он имел возможность совершенно свободно высказывать свою точку зрения. Ну, конечно, в первую очередь в корректной форме. В общем-то, что мы всегда серьезные блогеры, что мы всегда и делали. Но сейчас цена вопроса даже не столько в корректности, а сколько в том, чтобы мы каким-то образом подходили вот под тот формат, который диктуется вот этими самыми властелинами колец. Ну, вот если, предположим, да, данную платформу, правда, уже не первый раз об этом говорят, ее закроют в России, ну, вот что я хочу сказать, ну, не все же занимаются такой тематикой, какой вот занимаюсь я уже на протяжении трех лет. Очень многие, действительно, как Яна, они снимают витрины в магазинах, показывают витрины, рассказывают про моду. Кто-то рассказывает там про кошек, про собак, там огромное количество, там мебели выставляются, картины, произведения, искусств и так далее. Не только же все занимаются вот этими вещами. И действительно, люди, которые приходят домой вечером, они хотят что-то узнать дополнительное. Не вот то, что идет из этого ящика зомба. Там ты особенно это выбрать не можешь, ты вынужден смотреть ту программу, которую они тебе предлагают. А все-таки данная платформа, тут не надо регистрироваться, все легко, достаточно открывается и так далее. Просто посмотреть там про моду, почитать, что... Не почитать, но посмотреть какие-то видео, которые тебе нравятся. Даже не обязательно про политику, потому что вот где уже она, всем выше крыши. Какие-то другие темы. Поэтому мне кажется, что это очень сильно будет объединять людей и вызывать огромное неудовлетворение. Несмотря на то, что я опять же хочу сказать, что данная самая-самая демократическая платформа за последние вот эти вот годы, она себя очень сильно дискредитировала. С точки зрения, что здесь можно, а что, как говорится, мягко очень, если выражаться, нежелательно. Вот, друзья, поэтому я с вами поделилась последними новостями, что касается телеграм-канала своего. Там я каждый день выкладываю новости. И не только это связано с политикой, это связано и с произведениями искусств, и какие-то комические сюжеты выкладываю. Поэтому на данный момент, что касается креативного подхода к новостям, вот телеграм, на мой взгляд, он как бы остается, и будем надеяться, что будет оставаться и в последующее время наиболее такой открытой платформой. Вот такие времена, друзья. Спасибо вам большое. Кстати, вот за моей спиной наша соседка Джузи, она в 80-х, 80-х прошлого столетия, она танцевала в труппе Майи Михайловны Плесецкой в римской опере, когда Майя Михайловна, она возглавляла балетную труппу. Вот. Потом она перевернулась домой, потому что она сама вот отсюда из Кенчана. И у нее здесь хореографическое училище. Спасибо вам большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok